Всем здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 12 июня и мне приятно поделиться с вами цветением клематиса, который называется Варшавская ника. Растет у меня уже третий год. Мои наблюдения это с весны. Я ничего не наблюдаю в смысле того, что осенью, за осенью, за зиму все ветки, которые здесь вот есть, всегда засыхали. И они обламывались, и ничего не было. Когда я смотрю некоторые публикации, и люди рассказывают, что клематис не нужно обрезать. А мне нечего обрезать. Они просто высыхают. А ранней весной начинают появляться такие вот побеги. И вот с апреля месяца, май, июнь, апрель, май, июнь, и вот он какой уже вырос в пределах где-то до двух метров. Хотя высота этого клематиса до трех метров. Поэтому я тут добавила еще сетку к своей арке, привязала еще сетку. Я думаю, здесь же ей хватит, куда будет плестись. И подвязала эти побеги, чтобы они не падали вниз, а чтобы именно на сетку плелись. Здесь у меня вольер Джесси. Вот ветки, их немножко нужно направлять на сетку, тогда они будут хорошо держаться и плестись. Вот так выглядит моя варшавская ника на 12 июня. По моим наблюдениям, друзья, моя варшавская ника клематис цветет два раза в год. Она цветет в июне и плюс еще цветет в сентябре. И мне она очень нравится. И, кстати, вот недавно, буквально я когда подвязывала, обломалась одна ветка. И ветка такая уже хорошая. И я решила ее посадить в землю и там возле прудика. И сейчас у нас дождливые дни. Ой, вот гром еще гремит. И пока я наблюдаю, что все там хорошо. Полила с корневином. Надеюсь, он там укоренится. И плюс там еще наломала маленьких. Поставила под стаканчики. Так что вот, друзья, шикарное цветение клематиса варшавская ника. С такими чудесными крупноцветковыми цветочками. Крупные, очень крупные, в диаметре. Вот, смотрите, прячется вся моя ладошка. Супер. Вот и все, друзья. О чем я хотела с вами сегодня поделиться. Оставайтесь на канале. Предлагаю, то есть, приглашаю подписаться. И таким образом вы узнаете, смогла ли укорениться моя варшавская ника с той ветки, которая у меня обломалась прямо с корня. Просто нечаянно там решила порвать траву, и она обломалась. Теперь я с вами попрещаюсь. Всего вам доброго. И до новых встреч.